Батаревский район, Новочебоксарский, Канар в числе лидеров по прибыли среди муниципалитетов республики. Малый бизнес из центра пошел в районы, обосновывается в селах и деревнях. Логично, что именно в районе провели совещание о привлечении инвесторов на так называемый длинный рубль. То есть, когда вложения отобьются не завтра и даже не через год. Екатерина Шиверова посмотрела на примеры того, как нехитрые изменения инфраструктуры делают отдельно взятый городок, что называется манким для бизнеса. Центральная площадь, парк культуры с дорожками и газонами. Все как у всех, все как должно быть. Но ведь не было благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. По этой программе создан вот этот парк. Мы сюда вложили 12 миллионов. Значит, благодаря этим 12 миллионам современная вот такая беговая дорожка, 14 метров, тротуары из брусчатки. Полностью сделана сцена спортивной и игровой площадки. Комфорт для жителей – интерес для бизнесменов. Логика проста. Благоустроенная территория – центры притяжения людей и денег. Мне очень хочется, чтобы главы районов и ответственные по экономике, они четко понимали, что у них есть не только сельское хозяйство, при всем уважении, но еще есть намного больше инвестиционных ниш, намного больше инструментов, чем только дает возможность пользоваться мерами поддержки на селе. Но если мы их объединяем, действительно у вас могут появиться очень неплохие перспективы в части развития ваших муниципалитетов. Каждый район республики уникален. Если Яльческий богат плодородными землями, то Шумершинские лесами. Здесь много возможностей для отдыха, соответственно, для туризма. А вот Шумерли – большой промышленный кластер, машиностроение. Одно производство, как по учебнику, подтягивает смежные отрасли и производство. На сегодняшний день достаточно много деталей, узлов, комплектаций и так далее переходит с импортного на внутренний рынок. Поэтому наши промышленники, наши предприниматели, которые готовы сотрудничать с нашими ведущими предприятиями, также могут рассчитываться на определенную поддержку. Мы им подготовим площади, предложим здания и так далее, для того, чтобы они могли напрямую сотрудничать с нашими основными городообразующими предприятиями. У каждого района без исключения есть возможность привлечь инвестора. Тем более, что программ поддержки от региональных до федеральных – десятки. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.